Всем огромный привет! Сегодня я хочу показать сумку, рукодельную сумку, которую я для себя все-таки приобрела. Если вы помните в теге «вышивальная ли я маньяк» был такой вопрос, есть ли у вас рукодельная сумка для переноса своих рукодельных вышивок, ну, рукодельных вещей и вышивок в том числе. Я отвечала, что нет-нету, но теперь я иду по пути маньячества и приобрела себе еще и рукодельную сумку. Вот такая сумочка от фирмы «Прим». Я ее покупала от фирмы «Прим», но вот я ее хорошо тщательно посмотрела полностью. Никаких на ней нет ни лейблов, ничего такого, чтобы указывала на производителя. Поэтому как-то я даже стала сомневаться, но покупалась она от фирмы «Прим». Мне понравилась, естественно, расцветка. Расцветка такая в горошек и полоски. Очень удачное сочетание. Серый цвет очень неплохой. Такая непритязательная с одной стороны, но с другой стороны достаточно вместительная и объемная. Вот специально взяла сантиметровую ленту, чтобы померить ее. Для вас получится верх ногами. Но я все озвучу. Значит, эта сумочка 34 сантиметра на 26 сантиметров. 34 на 26 сантиметров. Конечно, большие рамы сюда не поместятся, но если нужно что-то взять с собой, то вот, пожалуйста. И по глубине, да, сколько всего можно сюда положить. Она может растянуться до 8 сантиметров. Для того, чтобы продемонстрировать внутренность сумочки, я, конечно, уже успела сюда что-то положить. Давайте с этой стороны начнем. Просто для того, чтобы показать, что здесь есть внутри. Здесь внутри очень много вот этих отделений. Первое отделение вот большое. Оно на всю... Немножечко сейчас отодвинем. Значит, оно практически на всю сумку. Я вот для премьера положила вышивку, которую я сейчас вышиваю. Это набор от панны «Жизнь в движении». Я его долго-долго ковыряла летом. Что-то начинала и вышивала его и на руках в два прокола. Но как только я привезла сюда домой, заправила его в куснапы, вышивка пошла просто очень быстро. И, в принципе, если куда-то его везти, то вот сюда небольшие куснапы прекрасно помещаются. Значит, здесь есть такое большое отделение. Все отделения на молниях. Следующее отделение. Состоит из двух маленьких, ну, как бы половинных. Для примера я вот туда иголочки положила, чтобы было понятно размеры и что туда вообще может войти. Значит, вот здесь два отделения. Молния может застегиваться либо вот так, до половины, или как вам удобно. Точно такой же кармашек из двух отделений и на обратной стороне. Сюда я тоже для примера поместила нить-вдеватель пака. Мой любимый. Пользуюсь и без него жить не могу. Следующая, мне тоже кажется, очень полезная вещица. Это вот такая вставочка с резинкой, куда можно как раз и поместить карандаши, кусачки, ножницы. Ну, все, что, так сказать, нужно вышивальщице. Все, что может пригодиться. С обратной стороны здесь есть огромное отделение. Сюда поместила второй проект, потому что я еще вышиваю. И вязалась, короче, еще и в авантюрку. И так мне мало. Я решила, что нужно еще добавить адреналина в свою жизнь. И вот вязалась в авантюрку. Здесь ниточки. Здесь сама равномерка, на которой я вот вышиваю. Взяла на несколько крестиков. И с этой стороны тоже большое отделение. На самом основании сумочки ищу одно большое отделение. То есть, если посчитать, то здесь раз, два, три, четыре. Четыре. И вот здесь вот пять. Пятое. Таких полных отделений. Ну, наверное, размера... Да. Как сама сумка. Значит, пять полных отделений. Далее. Кармашки. Отделения, которые прострочены на половинке, так, чтобы получалось два кармашка. Это раз, два. И... Еще здесь такая вот... с резиночкой полосочка, которая позволяет поместить все необходимые инструменты в виде карандашей и так далее. То есть, пять, два и еще вот такое приспособление. Не могу сказать, насколько прочная эта сумка, так как я еще не успела ей попользоваться. Я вот ее только приобрела. По моим ощущениям, это некая хлопчатобумажная ткань на сосновой, с какой-то жесткой основой. Ну, может быть, смесовая ткань. Это не полиэстер, это не дермантин. Поэтому, скорее всего, она будет пачкаться. Как она будет выдерживать стирки, я тоже пока не понимаю, каким образом можно будет ее постирать. Поскольку сумочка светлая. Но вот ее наполнение мне очень понравилось. И я надеюсь, что она мне пригодится в жизни. Одно время мне хотелось даже самой что-то соорудить. Но раз это уже существует, то я не стала городить огород. А просто приобрела то, что мне понравилось. Вот не знаю, как вы считаете, полезная сумочка или нет. Купили бы вы себе такое. На этом я заканчиваю это видео. Желаю всем прекрасного рукодельного настроения. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok